Доктор Фредерик Кейси Прайс сегодня на нашей передаче. Фред, я так ждал этого долгое время. Хвала Господу. И наше общение уже продолжается более 35 лет. Наши семьи и служения сошлись вместе годы и годы тому назад. Нет никого, кого я мог бы пригласить на эти передачи, кто послужил бы мне и моей семье больше, чем этот дорогой для меня человек. Это было просто чудесно. И у меня просто до сих пор стоит эта картина перед глазами. Когда я впервые увидел тебя, это был не первый раз, когда я увидел тебя, но первый раз, когда я услышал, как ты проповедуешь. Это было на собраниях с Кеннетом Хейгеном. Фред вышел на сцену, и вы никогда не видели никого столь полного энергии, просто бьющей через край. Вера просто была написана на его лице. И он вышел оттуда и сказал, я Фредди, я готов. И когда он сказал это, говорю вам, то место буквально взорвалось. Я сказал Глории, да, вот это мой человек, да, он готовый Фредди, и я тоже готов. Аминь. Малая Господа. И говорю вам, это было еще в те дни, когда люди спрашивали, Вера, а что это такое? Это было очень-очень сильное партнерство все эти годы. Я чрезвычайно рад, что у нас есть возможность на передачах эту неделю и всю следующую углубляться в то, в чем брат Фред и я находимся вместе уже долгое время. И мы видели... День и Литва. Мы оба, когда начали служение, ни у одного из нас ничего не было, но мы смотрели, как Бог созидает нашу жизнь прямо перед нами в течение очень многих лет. Мы переживали спады, инфляцию, депрессии. Мы видели трагедию в нашей личной жизни, и мы видели, как Бог разбирается с этими вещами. И мы научились некоторым вещам. Мы не научились всему, но мы узнали достаточно, чтобы проходить... Аминь. Через некоторые вещи. Так что у нас есть что-то, о чем мы будем говорить в следующие две недели, которое касается того беспорядка, в который страна привела свои дела, и беспорядка, в который обычный, мирской человек привел себя сам, без Бога. Но есть надежда. И это не так сложно, как вы думаете. Верой выбраться из этих вещей. Поэтому давайте помолимся и приступим к Слову Божьему. Отец, мы просто благодарны Тебе, и мы воздаем Тебе хвалу. Спасибо Тебе, что Ты прислал брата Фреда к нам. И мы знаем, мы знаем, что Ты являешься ответом. И Ты доступен нам. И мы благодарим Тебя за это. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь. Да, аминь. Невозможно найти никого другого, кто знает больше, по крайней мере, насколько мне известно, о Слове Божьем и практическом применении Его Слова. Шаг за шагом, чтобы возрастать в Божьем преуспевании в вашей жизни. А вера начинается там, где известна воля Божья. Это так, это ключ. У вас не может быть веры, если вы не знаете Его волю. Да. Следующий шаг. Когда вы узнаете Его волю, шаг в том, чтобы понять, что если такова Его воля, тогда это то, что мы собираемся делать. Аминь. И вы не можете изучать это без третьего послания Иоанна. Поэтому давайте откроем это послание. Оно начинается с очень, очень важного утверждения. Старец. Апостол Иоанн. Человек, которому Иисус поручил свою маму, чтобы он заботился и ухаживал за ней. Это было в то время, когда Иисус висел на кресте. А этот человек, апостол Иоанн, если кто-то и должен был знать, о чем он говорит, то уж точно этот человек, и вот он старец. Он прожил уже долгое время. Если кто-то и знает волю Божью, так это этот человек. Он уже старец. Послушайте, что он сказал. Возлюбленный, молюсь. Также сказано, что моя молитва о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Поэтому я должен процветать. Я должен наслаждаться крепким здоровьем, согласно этому. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Или в Слове Божьем. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Или что люди, которые пришли к Иисусу через мое служение, и те, за кого я ответственен, чтобы служить им и для них, что они ходят, согласно Слову Божьему, в своей жизни, процветая и наслаждаясь божественным здоровьем. Тут не остается много места для вопросов. Верно? Немного. Фред, вот какой у меня к тебе сегодня вопрос. Я верю, что этот вопрос есть в сердце верующих, которые серьезны в своей вере в Бога и в том, чтобы иметь то, что Бог обеспечил для них в их жизни. Есть ли воля Божья на то, чтобы мне процветать? Из этого очевидно, что это так. Есть ли его воля прямо посреди этой финансовой ямы и всего, о чем средства массовой информации кричат и вопят и всех срочных и чрезвычайных мер и всего этого, есть ли воля Божья на то, чтобы я находился в хорошем состоянии финансово посреди всего этого? Или же это Божья рука наказывает нас или еще что-то в этом роде, и я должен просто голодать, как все остальные, и быть наказан, и научиться каким-то чудесным вещам и все остальные. И я спрашиваю тебя, я хочу услышать твой жизненный опыт, где мы во всем этом прямо сейчас? Я знаю хорошо и прекрасно, что есть люди, которые смотрят эту передачу сейчас, и возможно они не обращали большого внимания на нас несколько месяцев назад, но так как мы должны быть проповедники преуспевания, то есть много любопытных верующих, и нам нужно услышать это. Поделись с нами, Фред. Знаешь, я знаю из своего личного опыта, Кеннет, ты действительно затронул важный вопрос, вопрос невежества. Рядовой христианин сегодня невежествен в том, что Слово Божье говорит о процветании, и противоположность процветания, конечно же, это недостаток, и всевозможные другие вещи, и это пришло от пилигримов, которые приехали из Европы с этим мышлением нищеты. То есть, вот как это впервые появилось в теле Христовом. Это то, откуда это появилось в этой стране. И считалось, что для того, чтобы быть духовным и праведным и быть в завете с Богом, вы не должны ничего иметь с точки зрения мира, потому что... Идеи пурита. Точно. Они считали, что обладание вещами — это мирское, поэтому они не знают, что говорит Слово Божье. Потому что в большинстве церквей я знаю, я побывал в четырёх разных динаминациях за 17 лет, и я не слышал абсолютно ничего подобного. Все говорили, «Просто держись за Божью неизменную руку. Господь знает, как много ты можешь вынести. И всё со временем будет лучше на другой стороне, когда мы пройдём в жемчужные ворота и поговорим с Петром, Иаковом и Иоанном о том, как мы прошли это, а пока просто состраданиями проходи это». И, конечно, я принял это, потому что я думал, что эти люди знали, о чём они говорили. Они стоят за кафедрой, они главы церкви, и предположение было в том, что они знают. И я узнал, мои глаза открылись, что не все, кто говорит «Иисус», знают, о чём они говорят. И я пришёл к такой точке, где я устал от того, что поражён и побеждён в жизни. Ничего не имею и сражаюсь. И я сказал, должно быть нечто большее, чем то, что я вижу на своём опыте. Поэтому я начал смотреть в Слово Божье. И я был потрясён тем, как много в Слове говорится о нашем процветании. Потому что в действительности, когда мы процветаем, Бог Отец процветает. Если мы нищие, Бог нищий. Если я лежу в больнице, подключённый к аппарату искусственного дыхания и не могу подняться, то именно настолько Бог ограничен этой койкой. Потому что Он лишь работает, может работать и запланировал работать через нас. Так что если я ограничен, то Он ограничен той же степени. Так что мне нужно знать, что Слово Божье на самом деле говорит об этом. Забудьте. Забудьте о том, что говорят все остальные. Что говорит Слово Божье? Потому что оно никогда не меняется. На него не влияют обстоятельства, политика и ещё что-то подобное. Оно говорит то же самое всё время. Всё время. Так что я обратился к Слову Божьему. Я знаю следующее. Это воля Божья, чтобы Фрэк процветал. Некоторые люди расстраиваются, когда говоришь такое. Но я не знаю, во что вы верите. Я не знаю, во что верит другой человек. Я не знаю, о чем вы думаете. Я могу знать лишь о себе и быть уверенным в этом. Я знаю, что я должен процветать. Если есть всего один человек на планете, который процветает материально, физически, финансово, умственно и во всех остальных отношениях, вы смотрите на него. Я тот человек. Я тот человек. И вам нужно иметь такого рода отношения. Или сатана ложью лишит вас того, что по праву принадлежит вам. Вам нужно иметь это. Итак, слово говорит мне, что я должен процветать. Давайте быстро посмотрим на кое-что. Первая глава Иисуса Навина. Это утверждение здесь. Вам нужно нанять кого-то, чтобы помочь вам неправильно понять это. У нас было много помощи, даже очень дорогой помощи. Да, вот оно. Но это настолько просто, что начинаешь задумываться, как люди, которые должны быть интеллигентными, как они пропустили это. Но если на них одеты шоры традиции, они не могут видеть дальше собственного носа. Первая глава Иисуса Навина. Посмотрите на это. Он говорит здесь в 8 стихе. Да не отходится и от книга закона. Конечно, когда говорится о законе, это не значит «десять заповедей». Это значит «Слово Божье». Слово Божье — это закон. Вы нигде не найдёте в Слове Божьем от бытия до откровения, чтобы Отец когда-либо говорил «Я предлагаю вам делать так и так». Когда он говорит, это закон. Да не отходится и от книга закона от уст твоих. Другими словами, мы никогда не должны переставать говорить Слово Божье, но поучайся в ней день и ночь. Смотрите. Дабы в точности исполнять, вы поучаете с ней, размышляете день и ночь, чтобы могли исполнять это. Так что цель размышления — прийти к тому, чтобы делать что-то, дабы в точности исполнить всё, что в ней написано. Следующее слово «тогда» — потрясающе. «Тогда ты будешь» — не Бог будет, «тогда ты будешь успешен в путях твоих». Ты будешь делать это, и тогда ты будешь поступать благоразумно. Поэтому это говорит мне две вещи. Отец хочет, чтобы я процветал. Он хочет, чтобы я был успешен, и всё зависит от меня. Это зависит не от Него, потому что Он уже обеспечил всё необходимое. Это зависит от меня. Буду ли я что-то делать? Он сказал мне, что делать. Не давать Слову отходить от уст моих, размышлять о Нём день и ночь, чтобы я мог поступать согласно всему написанному в Нём. И если я не знаю, что написано в Нём, я не могу делать это. И в этом заключается проблема многих христиан. Они не знают, что написано в Нём, так что они не могут делать это, так что они идут по пути наименьшего сопротивления, который заключается в том, что нам говорят в новостях. Они принимают чью-то идею о том, что Слово Божие говорит. Именно так. Да, я знаю, я был таким же. Когда я стал изучать Слово Божье, в той же самой ситуации, в которой люди находятся прямо сейчас, я никогда не читал этого, я никогда не слышал об этом, я вырос в церкви, Фред, но я никогда не слышал такого в моей жизни. Именно так. Но это было там всё время. Это удивительно. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Я говорю это так. Это моя ответственность. Буду я процветать или терпеть неудачу? Это моя ответственность. А Отец уже обеспечил всё это. Я знаю, что ты знаком с этим стихом. Посмотрите во Второзаконие. Эти два места — Иисус Навин и Второзаконие. Для меня это ключи. Это петли, на которых дверь открывается в эту сферу процветания, так как, опять же, если подумать об этом, мы это всё что у Бога есть. Он не дал поручения ангелам. Мы всё, что есть у Бога. Так что если я — это всё, что есть у Бога, тогда вопрос в том, есть ли у Бога проблемы. Есть ли у Бога проблемы? Если я поражён, тогда Бог поражён. что я могу представить кому-то ещё, кроме пораженчества? Так что они получат представление о Боге, который поражён, потому что они видят меня, говорящего, что я знаю Его и люблю Его, и поклоняюсь Ему, и подчиняюсь Ему, и видят меня поражённым, обнищавшим, бедным, и всё такое. Они считают, что и Бог такой. Фред, именно поэтому мы являемся предметом шуток по всему миру. Продолжай. Смотрите. Ты вдохновил меня. Хорошо. Хорошо. Соберись. Хорошо. Хорошо. Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Очень известное место, но неправильно понимаемое. Сказано, «Но чтобы помнил». Это Господь говорит к людям перед тем, как они войдут в обитованную землю. Он сказал, «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство». Он не даёт вам богатства. Он тот, кто даёт вам силу. И это слово «сила» буквально означает способность приобретать богатства. Он даёт мне силу приобретать богатство. Большинство людей тут же прекращают считать и зацикливаются на «Я мне, я богат, я получу это». Но это не то, что здесь говорится. Посмотрите. Здесь сказано, «Ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить». Он даёт вам силу приобретать богатство, чтобы Он мог сделать что-то. Не чтобы я мог, чтобы Он мог. Он даёт мне силу приобретать богатство, чтобы Он мог что? Исполнить, как ныне завет свой. Не мой личный план, завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим. Так что в процветании всё дело в Боге. Это потрясающе. Да, да, это так. Он даёт нам силу или способность приобретать богатство, чтобы Он, не чтобы мы, но чтобы Он, и в этом процессе, чтобы Он. Все наши дела обеспечиваются с избытком, когда мы послушны, чтобы делать это. Но люди теряют это из виду, и они думают о процветании как о чём-то для меня, чтобы получить новую машину, яхту, дом на холме и всё такое. И они превращают это в цель, самоцель, в то время как это на самом деле остаточная выгода от его утверждения, его завета. Это делает мои личные дела очень маленькими в сравнении с его планами и его идеями. Совершенно верно. Намного больше всего, с чем мы можем лично столкнуться. Да. Я как-то читал статью одного раввина, достаточно интересного человека, знающего Бога, благочестивого человека. И он сказал, что идея о том, что процветание и доступ к материальным благам не от Бога, это глупость, так как в реальности всем людям во все времена нужны были материальные вещи. Поэтому такая идея является глупостью. но затем он добавил, что идея о том, что процветание предназначено лишь для того, чтобы вы получили достаточно для себя, чтобы вести даже изобильный образ жизни, это очень ограничено, потому что вы можете делать лишь определенные дела с определенным количеством вещей. Но вот когда вы становитесь каналом и проводником, который Бог может использовать для того, чтобы обеспечивать мир, о, это уже не ограничено, верно? Это итог. Вот о чем он говорит прямо здесь. Но если вы не знаете этого, тогда опять же, вы можете пропустить это, и большинство христиан пропускает, и печально их видеть. Наши церкви полны таких людей по всему миру, и они просто сражаются, думая, что так и надо, думая, что это воля Божья, только потому, что Он это допускает. Но, как я всегда говорю людям, посмотрите на эту рубашку. У вас больше, чем лишь одна рубашка. Конечно же. Поэтому я знаю, почему вы надели эту рубашку сегодня. Потому ли вы надели её, что когда вы проснулись и посмотрели в свой шкаф, вы услышали голос Господа, говорящий, «Так говорит Господь, ты должен надеть эту рубашку сегодня». Нет. Вы выбрали эту рубашку, и знаете что? Бог позволил вам выйти из дома в этой рубашке. И Он позволит вам выйти из дома, имея рак. Он позволит вам выйти из дома с болезнью. Он позволит вам выйти из дома с пособием по безработице. Это зависит не от Него, это зависит от вас. Ты читал об этом процессе из книги Иисуса Навина. Вот это. Вот это. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Но есть условия, которые нам нужно выполнять. Не выпускайте Слово Божье из ваших уст. Никогда не переставайте говорить Слово Божье. И большинство людей говорят обстоятельства больше, чем они говорят Слово Божье. Обстоятельства больше влияют на них, чем Слово. Вы должны говорить Слово не из-за того, но несмотря на то, что происходит вокруг вас. Ты попал в самое сердце веры. И это также сердце христианского поражения. Либо незнание, либо отказ делать это, когда они знают это. Точно. Две вещи. Одна из них. Да, любая из них все равно приносит те же самые разрушительные результаты. Точно. Народ мой гибнет от недостатка людей. Так же от того, когда знание получено, но на его основании никто не действует. Да, потому что это не принесет вам никакой пользы, если вы не поступаете согласно этому. Я помню, что брат Хейген обычно говорил в таком случае. Примененное знание приносит результаты. Совершенно верно. Это не просто знание. Исполнение вещей приносит результаты. Это ключевая фраза. Не просто знатоком Слова, но делателем. Потому что если вы знаете и не делаете, с таким же успехом вы могли бы и не знать, какую пользу это принесет вам. Да. Вам нужно делать это. Иисус также говорил об этой части. Он сказал, что если вы не используете это, вы потеряете то немногое, что имеете. Именно так. Это плохая сделка. Используйте это или потеряете. Хвала Господу. Итак, мы говорим о Божьей воле и цели в том, чтобы мы процветали. И прежде чем мы приступим к этому, определение слова процветания, просто определение самого слова, это чрезвычайно важно. Когда ты говоришь процветание, большинство людей думает о деньгах, власти, влиянии, приобретениях, имуществе. Но это намного больше. Конечно, прямо сейчас эта часть достаточно важна, потому что весь мир сейчас извергает свой мусор, который делал их самих больными все эти годы, потому что они думали, что они умнее Бога. Но слово процветание буквально означает превосходить или достигать вершины в чем-то желаемом. Вы можете желать чего-то неправильного. Вот в чем возникает проблема. В желании, а не в самой материальной вещи. И это приводит нас к следующему вопросу. Правильно ли это, желать процветать или иметь превосходство финансовое? Поэтому это приводит меня к моему следующему вопросу. Был ли Иисус нищим человеком в своем земном служении? Были ли люди вокруг него нищими? Большинство христиан думают, что он был. И традиция научила нас так. Оставила нам эту идею. И это полностью не соответствует Писанию. Давай обратимся к этому, Фред. Если мы не решим этот вопрос, можно забыть обо всем остальном. Да, потому что это камень преткновения для людей. Я помню, как я говорил с женщиной, хорошим другом, и мы говорили о благословениях Божьих. И она переживала некоторые благословения. Но потом она сказала следующее. Я не хочу просить у Бога слишком много. Она ограничивала себя. Потому что она думала, что это не очень по-христиански или недуховно иметь превосходство в процветании. И она чувствовала себя виноватой из-за этого. Именно так, точно. И все это всегда придет. Сатана будет использовать это против каждого верующего, если они не знают, что говорит Слово Божье. Вам нечем сражаться с этим. Поэтому Слово Божье — это ключ. Давайте посмотрим на кое-что здесь. Евангелие от Матфея, 8 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. Когда Господь показал мне это, это просто потрясло меня. Я сказал, «Только посмотри». И то, что было настолько потрясающим, это было здесь всё время, это то, что поражает нас иногда. Это было здесь всё время. Всё время. Это было там всё это время. Хорошо. Матфея, 8 глава. И Марка, 4 глава. Очень интересно. Я верю, что это некоторые из вещей, которые сатана использовал, чтобы сделать тело Христа инвалидом. Только подумай об этом, Кеннет. Две тысячи лет прошло с тех пор, как Иисус был здесь. Мы даже ещё поверхностно не достигли этот мир. Подумай об этом. Сколько времени нужно? Но это из-за того, что христиане настолько привыкли к мышлению нищеты. И это известный факт. Всё сводится к деньгам в том, чтобы донести Евангелие до мира. Хорошо, это стоит денег, миллионы. Ты знаешь это, потому что это телевидение. Если бы мы сказали людям, сколько это в реальности стоит, их бы унесло. Это стоит целого состояния. Однако в то же самое время это самый дешёвый метод достижения максимального числа людей. Но тем не менее... Хорошо, Матфея 8 глава. Вот стих, который сатана использовал. 20 стих. Давайте посмотрим 19 стих. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему... Сказал Иисусу, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошёл». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнёзда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Разве это не звучит как нищета? Бедняга, ему негде преклонить голову, и люди истолковывали это так. О, у него не было ничего материального. Но здесь не хватает вот чего. Он не говорил, что у него нет ничего. Скорее, в сущности. Он говорил это людям, так как тем, кто следовал за ним, нужно было знать. «Я здесь пока не для того, чтобы установить царство. Я здесь с ограниченным поручением». Если вы хотите следовать за мной, прекрасно. Но не ждите, что мы сразу начнём строить замки. Мы не начнём бизнес прямо сейчас. Я здесь с ограниченным поручением. В этом смысле я не приобретаю имущество, я не собираюсь жениться, я не собираюсь искать жену, не собираюсь заводить детей, так как я здесь с ограниченным поручением. Но это утверждение звучит почти как нищета. Сын человеческий не имеет где преклонить голову. Писание, я верю, само показывает нам, что Он говорил не это в том смысле, как оно звучит, что Ему буквально негде преклонить голову. Откройте Марка, 4 главу, 36 стихе сказано. «И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А Он, посмотрите сейчас, а Он спал на корме, на возглавии, на подушке. Я думал, что Ему негде преклонить голову. Обычно подушки предназначены для голов. Поэтому Дух Святой, чтобы быть в согласии с тем местом Писания, которое мы только что прочитали из Матфея, если бы Он буквально говорил это, «Мне негде преклонить голову». И Он использовал слова «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда». Что значит нора для лисицы? И что значит гнездо для птицы? Это их постоянное. Так скажем, место жительства — это их дом. Он сказал, «Лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Имею в виду, у меня нет постоянного дома как такового. Но здесь говорится так, «А Он спал на корме, на подушке». Можно было просто сказать, что Он спал. И мы бы знали, что Он не бодрствовал. Зачем же нам говорить о подушке? Какую важность это имеет вообще? Я верю, что Дух Божий вставил это там, чтобы искоренить эту идею о том, что мы только что прочитали в Евангелии от Матфея, что Ему негде было преклонить голову. У Него было на что положить голову, Он спал на подушке. Почему они просто не сказали, что Он спал? Я бы знал, что Он спал. Не нужно было говорить о подушке. И этот стих говорит мне, что это утверждение, которое Он сделал в Евангелии от Матфея, не говорило, «Мне не на что положить свою голову, мою голову». Но скорее, я здесь не навсегда. В таком смысле, у меня нет дома. Мне негде преклонить голову в таком смысле. Знаете, этот человек не провел без сна 33,5 года. Нет, и он говорил тому человеку, послушай, ты не знаешь, как трудно следовать за мной. Я иду из города в город. Я проповедую. Именно так. Некоторые люди злятся на меня. Бывают времена, когда меня выгоняет из одного места и приглашает другое. Я не созидаю, как ты сказал. Да. Я не созидаю здесь имение. Но, Фред, знаешь, прямо в начале Евангелия от Иоанна говорится об Андрее, говорится о Петре. Говорится о том, что эти люди следовали за Иисусом. И Иисус остановился и спросил, «Почему вы идете за мной? Чего вы ищете?» Они сказали, «Мы хотим увидеть твой дом, Иисус. Мы хотим знать, где ты живешь». И Иисус сказал, «Пошли, я покажу вам». Где ты живешь? Поэтому Иисус спал не на улице. Я имею в виду. У него даже было место, где жить. Но он не занимался поиском всего этого. У него была другая миссия. Ограниченная миссия. Он был здесь ограниченный период времени. Нет смысла оставлять жену с детьми и без отца. Нет смысла. Да. Это сильное. Смотрите, вот еще один момент. Вот еще один. Это точно потопит эту скалу. Марка, первая глава. Марка, первая глава. Марка, первая глава. Нам нужно преодолеть эту идею бедности Иисуса и того, что апостолы были нищими. Марка, первая глава. Начнем с 16 стиха. Это удивительно. И люди, христиане, пропускают это. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. Заметьте, что здесь не сказано. Здесь не сказано, что они ловили рыбу. Сказано, что они были рыболовы. Рыболовы. Любой может ловить рыбу, но не все, кто ловит рыбу, рыболовы. Это значит, что они зарабатывали этим на жизнь. Очень важный момент. И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова, Завидея и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их. Заметьте, и они оставив отца своего Завидея в лодке с работниками. У бедных людей нет наёмных работников. Верно. Наемных работников. Работников. Множественное число. Больше одного. Наемных. Они получали деньги, получали прибыль, не только для того, чтобы покрыть расходы бизнесом, но также оплачивать их помощь. Наемных работников. Сколько живущих на пособие людей нанимают других людей, чтобы они работали на них? Никто, насколько мне интересно. Ни один нищий. Никто из нищих не нанимает других. Так что он не мог быть нищим. Эти люди были бизнесменами. А бизнесмены не будут следовать за кем-то, кто живёт в трущобах. Не будут. Этот человек должен был иметь хотя бы что-то, чтобы привлечь их внимание, чтобы они захотели следовать за ним. Также другой момент, Фред. Человек вроде Иисуса не идёт и не выбирает отбросы, чтобы передать им своё служение. Я так не думаю. Я так не думаю. Да. Слава Богу. Смотрите. Вот то, что действительно снесёт вашу маленькую лодку с озера. 13 глава Евангелия от Иоанна. 13 глава Иоанна. Мне просто нравится это. 13 глава Иоанна. И мы посмотрим. Хорошо. Это было последнее в вечере. Мы прочитаем перед этим, чтобы понимать контекст. 19 стих, 13-19. «Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Пётр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором Он, Иисус, говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему, «Обратите внимание, сказал Ему, Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана». Тогда Иисус сказал Ему, «Что делаешь, делай скорее». Смотрите, 28 стих, ключевой момент. «Но никто из возлежавших не понял, чему Он это сказал Ему». «Но никто из возлежавших не понял». «Никто из возлежавших не понял». «Никто из возлежавших не понял». Почему Он сказал это Иуде? Смотрите. «Но никто из возлежавших не понял, чему Он это сказал Ему». А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорил Ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Почему они так подумали? Сказано, что они не поняли, почему он сказал это Иуде, но они думали, что так как и у Иуды был ящик с деньгами, то, возможно, он сказал ему пойти купить то, что им нужно было к празднику, или чтобы он дал что-нибудь нищим». Почему они так подумали? Нищим? Как нищие подают нищим? Почему такая мысль пришла им в голову? И после этой ночи они подумали так. Вот в чем дело. Это был его образ действия. Он давал так много нищим, что они решили, а он, наверное, говорит ему пойти и дать что-нибудь нищим. Это то, что он всегда делает. Знаешь, Фред, он должен был быть, по нашему мнению, просто одержим даянием бедным, чтобы они подумали посреди серьезной ситуации, такой как это, последние вечери, посреди ночи. Да. А Иисус говорит Иуде пойти и дать что-нибудь нищим. Почему они так подумали? Если только это не то, что он делал все время. Мы бы подумали, ну, человеку, наверное, нужно было отойти по нужде. Или еще что-то, раз он уходит. Но нужно иметь такую репутацию дающего человека, что она просто потрясающая. Верно. Это был его образ действия. Это верно. Вы не можете делать это без денег. Это был его образ действия. Это рассказывает нам целую историю здесь. Давай добавим глазури на торт, добавим взбитых сливок и добавим вишенку. Подумайте об этом. Иисус, мы читали немного из Марка. Когда он призвал этих двоих братьев в свое служение. Всего у него было 12 ближайших апостолов или учеников. 12 плюс он сам. Вместе это 13 взрослых человек. Он один отвечал за их передвижение, за их проживание, их питание, их одежду, их сандалии и их налоги. Представьте, если бы кто-то пришел и оставил под вашей дверью 13 человек, чтобы вы заботились о них. Задайте такой вопрос обычному христианину. Что это сделало бы с ним финансово? Это бы уничтожило его. Им трудно содержать собаку и кошку. Как они позаботятся о 13 людей? Не берите с собой ничего. Я позабочусь о вас. Оставьте деньги, дома, оставьте свой кошелек дома. Приходите и следуйте за мной. Это был его штат. И он в одиночку отвечал за них. Он не мог быть нищим. Как вы собираетесь заботиться о 12 взрослых людях? И мы нигде в Евангелии не видим, что они отмечались на заводе или фабрике за 3,5 года его публичного служения. Другими словами, они никогда не ходили на работу. Как же они выживали? Он заботился о них. Поэтому ему нужно было, чтобы что-то происходило, чтобы делать это. Знаешь, в событиях в Иорданской долине, помнишь, когда он вернулся туда и был в доме Марии Марфы и доме Лазаря, и Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела у его ног и слушала слово. В тот момент у Иисуса были не только он сам и еще 12 человек. В Писании сказано, что он поставил и помазал 70, помимо этих 12, за которых он нес ответственность во всех тех собраниях и во всем, что они делали. Он должен был поддерживать и кормить. Это верно. Ту группу. Но он поставил рекорд. Накормив... Да. ...20 тысяч человек одновременно. 20 тысяч человек. Так что он не мог быть нищим. Не мог быть нищим. Поэтому мы не можем использовать это как алиби для того, чтобы мы были нищими. У Иисуса не было ничего. Он был нищ. Ему негде было преклонить голову. Нет, это неправда. Это не так. Все эти вещи просто опровергают эту идею. Это ложь сатаны, чтобы держать христиан нищими, чтобы Евангелие не могло распространяться. Поразглашать Евангелие стоит денег. Благодаря такому мнению мир верит в это. Они верят, что мы должны быть нищими. Это верно, потому что такова традиция. А теперь, после очень многих лет такого, это то, что побудило людей, таких как «Мое служение», «Твое служение», и тысячи тысячи христиан в этой стране и по всему миру, которые ухватились за это послание и верят Богу. Но теперь из-за того, что мир верит, что у нас не должно быть ничего, это злит их, когда Бог благословляет нас всем. И они считают, что у них есть основания обвинять нас в неправильных действиях. И вообще, разве Библия не говорит, что они должны быть бедными? Да, так и есть. Позволь мне спросить у тебя, у нас осталось пару минут. Что происходит, Фред? Поделись на основании твоего многолетнего опыта. Когда ты видишь собрание людей, которые не хотят ничего делать, чтобы их пастор хоть как-то процветал. Я видел целое собрание. Ну, мы любим брата и все такое. Но они злятся, если он тратит деньги на что-то. Если он просто покупает своей жене новое платье. И кто-то в церкви расстраивается из-за этого. И я видел, как проблемы и бедствия приходили в такие церкви. И я верю, что это частично связано из-за тех вещей, которые сатана смог провернуть. Что ты видел за годы своего служения в этом отношении? Что ты видел? То, что ты только что сказал, с одной стороны, это происходило, это происходит, к сожалению. С другой стороны, противоположное верно, когда есть служение, которое учит людей из Слова Божьего. Если они учат из Слова и показывают людям, люди обильно обеспечат своего служителя, своего пастора, потому что они ценят тот факт, что он дал им истину, которая освобождает их. Когда всё дело не в служителе, собирающем всё для себя. Но цель служения в том, чтобы показать, вот чего Отец хочет для всех нас. Вы включены в это. Я испытал это на себе. Они отдадут вам свою рубашку. Они хотят, чтобы вы были благословлены. Они счастливы, когда вы благословлены. И они продолжат благословлять вас, потому что они — каналы, которые Отец использует. Потому что Отец... Позволь мне сказать это так. В Калифорнии он не бросает деньги с неба. Не бросает. Нет. У меня стояли корзины по всему городу. Я расставил их, ожидая, что приду на следующий день и найду в них что-то. Это почти всё. У меня ничего не было. Либо дождь, либо птичий помёт. Вот почти и всё. Но если вы учите людей, они полюбят вас, и они проявят свою любовь в даянии. У меня было это переживание. И ты частично виновен в этом. Ты и Крефл Доллар в Атланте. И группа других людей также. Я переживал это, когда мне исполнилось 70 лет, и я отмечал это событие. Я никогда не был в таком состоянии. Я буквально не мог ничего сказать. Мне трудно говорить об этом и сейчас. Я был так ошеломлён пожертвованием, которое вы, ребята, собрали из любви и благодарности к Глории ко мне. Это так ошеломило меня, что я мог проповедовать, и на том собрании я проповедовал, это так меня ошеломило, что я не мог говорить об этом. Это просто парализовало мою способность сказать, насколько сильно я ценю это. Я ценю это. И это просто привело к Глории меня, в новое переживание Бога, и в новое переживание отношений со всеми вами и вашими семьями. Такого с нами раньше никогда не происходило. И это совсем не расстроило Бога. Нет, я так не думаю. Нет, нет. Я узнал это, молясь об этом и принимая это. Такая радость пришла. Божья радость была больше моей, и это просто потрясающе. Может быть, мы коснёмся некоторых из этих вещей завтра. Был ли Иисус или ученики нищими в земном служении Иисуса? Определённо не были. Нет. И все эти вещи ясно видны из Слова Божьего. Это не идея брата Фреда, это не мои идеи. Всё это вытекает из Библии, не просто в изолированных стихах из Писания, то тут, то там. Это продолжающаяся тема в Божьем Слове, от бытия до откровения. И давай обратимся к этому, брат Фред. Давай обратимся к этому. Как Иисус делал это? Как Он делал? Как Он достигал того, что Он мог? И давай применим это к сегодняшним обстоятельствам, к сегодняшней ситуации. Как я могу, как верующий, я видел, что люди теряют свои работы, их увольняют, подобные вещи происходят вокруг нас. Как Иисус это сделал для меня? И как я могу ухватиться за это и верой проложить себе путь из этого беспорядка и верой пройти через это? Фактически, я знаю это. Если я и знаю что-то внутри себя, я знаю это. Бог с самого начала не планировал, чтобы все это происходило. Это приходит из-за нашей собственной глупости, когда все думают, что они умнее Бога, и поэтому они не собираются делать то, что Он сказал в Своем Слове. И, конечно же, все разваливается. Но что сделал Иисус? Как Он принес это нам? Это интересная точка зрения. Давай откроем третью главу Послания к Галатам и посмотрим на некоторые вещи, в которых рядовые христиане, у них нет никакого понимания о них, потому что у меня годами его не было, пока я не увидел это. Я был просто ошеломлён, когда я увидел это. Насколько просто это было? И как ясно, это было открыто в Слове. Но если вы не знаете, если вы не были наставлены, не были научены, и если вы не отдали себе Слову, чтобы Дух Божий мог приносить вам откровения, вы можете всю свою жизнь прожить в борьбе. Итак, хорошо. Послание к Галатам, 3 глава, очень знакомое место, 13 и 14 стихи. Сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона». Не Христос искупает нас. Христос искупил. Сказано «искупил». Это прошедшее время. Это значит, что работа сделана. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона. Исследуя Писание, мы знаем, каким было проклятие закона. Нищета, болезнь и смерть. Нищета, болезнь и смерть. И Христос искупил нас от этого. Это значит, что Он выкупил нас из этого. Так что эти три вещи не имеют больше легальных прав в моей жизни. Они могут лишь войти, если я разрешу им войти. И обычно это приходит из-за согласия по невежеству, из-за незнания, что я не обязан. Так что я понимаю. Ну, вот что происходит. Так что вы подчиняетесь этому. И сатана пользуется этим. Итак, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Стих 14. «Дабы благословения, мне нравится делать так». В самом конце 13 стиха сказано «Христос, проклят всяк, висящий на древе». Запятая. И затем мне нравится ставить «так». Там достаточно места. «Так». Это подчёркивает мысль. И это будет считаться таким образом. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». «Так, чтобы...» «Вот для чего». «Так, чтобы...» «Так, чтобы что?» «Так, чтобы благословение, не проклятие, но благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Тогда нам нужно задать вопрос. Он сделал это, чтобы благословение Авраамова могло прийти. Теперь нам нужно узнать, что же было благословением Авраама. Мне нравится делать это так. Иногда знать то, чем вещь не является, настолько же важно, как и знать, чем она является. Поэтому давайте начнём узнавать, как Авраам не был благословлён. Это хорошо. Как он был неблагословлён. Потому что сказано, чтобы благословение Авраамова — это потрясающе. Почему он связывает нас с Авраамом? Я не знаю Авраама, я никогда не встречался с этим человеком. Почему он связывает нас с этим? Посмотрите в этой же главе, посмотрите 7 стих. Здесь сказано, «Познайте же, не подумайте, но познайте, что верующие — суть сына Авраама». Так что мы знаем, что здесь говорится не о биологическом сыновстве, потому что Авраам не является нашим биологическим отцом. Так что речь должна идти о духовных ценностях. Так что он связывает нас с Авраамом. Познайте же, что верующие — суть сына Авраама. Затем 9 стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом или с верующим Авраамом. Благословляются вместе, благословляются с ним. Если бы я сказал тебе, «Знаешь, Кеннет, я ходил в магазин вчера покупать галстук. Я ходил в магазин покупать галстук. О чём бы это тебе сказала? Речь о том, что я ходил сам». Но если бы я сказал, «Знаешь, мы с Бетти ходили в магазин, это значит, что я ходил не один, я ходил с моей женой». Поэтому если я благословлён вместе с верным или верующим Авраамом, тогда мне нужно знать, как Авраам был благословлён, чтобы знать, что я благословлён вместе с ним. Должно быть то же самое благословение. То же самое благословение. И оно должно быть в то же самой мере. То же самое. Всё должно быть точно так же. Да, я знаю. Хорошо. Итак, как был благословлён Авраам? Давайте узнаем. Давайте не будем спекулировать. Давайте узнаем, как он был благословлён. Потому что некоторые люди хотят сделать все обетования Нового Завета, они хотят сделать их духовными. Да, Брат Прайс, это духовные. Да, 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 получим наши на другой стороне, когда мы придём в славу. Но прямо сейчас всё это духовное. Это, возможно, звучит разумно. Если взять тело Христа целиком по всему миру, то будет казаться, что это должно быть духовным, потому что большинство христиан уж точно не наслаждаются ничем физическим или материальным. Но давайте узнаем, что говорит Слово Божье. Бытие, 12 глава. Бытие, 12 глава. 12 глава. Мне нравится это. Мне это определённо нравится. Как был благословлён Авраам? Потому что, помните, мы благословлены с ним. Когда я узнаю, как он был благословлён, это говорит мне, что я должен быть благословлён, потому что я благословлён с ним. Да, я вижу. Хорошо? Хорошо. Здесь сказано в Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». В этот момент, когда он сказал ему уйти, он не знал, куда он идёт. Он сказал, «Я укажу». Он не сказал, «Я показываю тебе». То есть прямо сейчас. Он сказал, «Я укажу». Первое, что ты должен сделать, это уйти. Затем я укажу тебе. Хорошо. «И из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы знаем, что в первую очередь это относится ко Христу, потому что у всех есть возможность стать ребёнком Божьим. Но смотрите, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это прекрасно. Это говорит нам, что Бог собирается благословить Авраама в его послушании пойти. Но здесь ничего не говорится о содержании благословения в этих конкретных вещах. Так что мы идём дальше и переходим к 13 главу. Первый стих. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и Лот, его племянник, с ним на юг. И был Авраам очень богат». Очень богат. Он не был просто богат. Он был очень богат. И дальше, благодарение Богу, Дух Божий вставил это сюда. «Никогда не верующий проповедник или священник, никто не сможет обмануть вас в этом». Он говорит нам конкретно о том, как он был благословлён. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Это не духовное, это материальное. Вы можете... Послушайте, это не было после того, как он попал на небеса. Нет. Потому что он не берёт всё это на небеса с собой. Нет, 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 нет. Нет. Он не был просто богат. Он был очень богат. Очень богат. И потом он уточняет. «Скотом и серебром и золотом». Посмотрите, если я благословлён с Авраамом, я должен быть благословлён скотом, серебром и золотом. Да. И у меня есть здесь в Техасе коровы, которые принадлежат мне. О них заботятся вместо меня. Слава Богу. Скотом. И у меня есть серебро, и у меня есть золото, и у меня будет ещё больше этого. Аминь. И ты будешь делать с этим что-то? В этом есть смысл. Слава Богу. Помните, что он сказал здесь об Аврааме. Он сказал, «Я возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословении». Вы не можете быть благословением для кого-то, пока вы не благословлены сами. Вы не можете отдать то, чего у вас нет. Нет, помнишь, Фред, это напоминает мне Иакова, брата Иакова, который рос в одном доме вместе с Иисусом. Он был его братом по матери. И он сказал... Хорошо. Не приносит никакой пользы говорить какому-то человеку, «Иди, грейся и питайся, брат». Грейтесь и питайтесь. Грейтесь и питайтесь. Лучше дай ему что-нибудь. Дай ему одежду и дай ему пищу. Это наша ответственность, Фред. Да. Но нам нужно иметь это, чтобы отдать это. Но вы не можете этого сделать? В мирской системе... Это восхищает меня. Мирская система направлена на то, чтобы удерживать это от вас. И если мы не научимся, как действовать вне этой системы легально, в Божьем плане и цели, тогда мы будем точно такими, как и все остальные. Или хуже. Идущие на дно. Или хуже, точно. Поэтому мы должны следовать за Словом Божьим. Аврам был благословлен. Мне нравится это с котом, серебром и золотом. Опять же, здесь не говорится нам конкретно. Мы знаем это, и мы верим в это. Но здесь не говорится конкретно, что это Бог сделал для него. Мы подразумеваем, что Он сделал. Но давайте посмотрим на кое-что еще. Добавим глазури на торт. Мне нравится эта глазурь на торте. Хорошо, откройте теперь 24 главу «Бытие». Для этого места вам нужно нанять кого-то, чтобы вам помогли не понять его, и заплатить им сверхурочно. Это хорошо. Хорошо. Я говорю это так. Если христианин не может получить это отсюда, то он либо глух, нем, слеп, либо нечистен. И я оставляю выбор за ним, потому что все это предельно ясно. Хорошо? «Бытие» 24 глава. Это история. Короче говоря, это история Авраама и Сары. Как они искали жену для своего сына Исаак. И Авраам взял своего любимого раба, своего главного человека, послал его, сказал ему, «Где найти его сына?» Вот как это происходило в те дни. Поэтому этот человек пошел, помолился. Когда он подошел к источнику, он помолился, чтобы Господь направил его, и так далее, и тому подобное. И в конце концов он оказался в доме родственника Авраама. И в стихе он встретил Ревеку у колодца, и он оказался в ее доме. И затем в 29 стихе сказано, «У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал солому, и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему, и людям, которые были с ним, и предложена была ему пища. Но он сказал, «Не стану есть, да коли не скажу дело своего». И сказали, «Говори». Он сказал, «Я раб Авраамов». Господь весьма благословил господина моего. «И он сделался великим». Он, Господь, дал ему, моему господину, овец и волов, стада скота, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Бог дал ему это. Да. Смотрите дальше. Этот раб, насколько я могу судить, не был израильтянином. Он был рабом. Но откуда он знал, что Бог благословил его? Я скажу вам, откуда. Он знал, потому что Авраам сказал ему. Вот почему, когда мы говорим хорошие вещи о том, что Бог сделал для нас, и те, кто отрицает это, говорят, что мы хвастаемся. Мы не хвастаемся. Мы пытаемся рассказать вам о том, как это произошло, чтобы вы могли войти в это. Он сказал, «Господь благословил господина моего». Бог не лицеприятен. Это значит, что у них есть столько же прав на это, сколько и у тебя, и у меня. Но. Но. Вы должны делать это в соответствии с Божьими путями, потому что это его вещи. Да. Это его вещи. Именно так. Поэтому через Христа мы связаны с Авраамом, потому что он назван отцом верным, потому что он был человеком без завета в то время, но поверил Богу на слово и сделал точно так, как Господь сказал ему. И Бог благословил его в результате, и он назван отцом верным. Знаешь, Фред, пока я слушал тебя, это напомнило мне... Я думаю о том, в каком состоянии я находился, когда узнал об этом. У меня не было ни малейшего представления, ни о чем таком, не говоря уже о том, как это делать. Но так же, как и в случае с Авраамом, Бог сказал, первое, что ты сделаешь, это выйдешь оттуда, где ты сейчас находишься. И пойдешь туда, куда я скажу тебе идти. Я ничего не сделаю для тебя, пока ты не сделаешь это. Вот в каком состоянии я находился. Я не имел представления о том, куда я направлялся, Фред. Но когда я впервые увидел это, я подумал, Боже мой, я не знаю, как это делать, но я знаю, что это принадлежит мне. И мы просто сделали шаг в соответствии с этим, слава Богу. Не просто нищие. Мы были хуже, чем нищие. Мы опустились с этого уровня ниже задолго до того, даже еще прежде, чем Глория и Я приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя. Я был там и делал то же самое, брат. Но мы просто вышли оттуда, говоря, слава Богу, это принадлежит Иисусу. Значит, это принадлежит нам. Это наше. Это мое. И это происходит уже более 42 лет. Шаг за шагом. И по-прежнему нам необходимо делать это таким образом. Вы не можете просто полагаться только на то, что вы уже знаете. Вам нужно продолжать двигаться, верно? Продолжайте идти туда. Продолжайте идти. Это восхитительно. Это значит, что вы, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, и мне не важно, что происходило в вашей жизни, делайте этот шаг в согласии с волей Божьей. Шагните в Божьи вещи. Просто ухватите за это. Не говорите, ну, брат коп, он, я не знаю, что теперь делать. Мы как раз об этом и говорим сейчас. Что же вам делать? Самое первое, что вы делаете, это доверяйтесь Богу. Бог достоин вашего доверия. И Иисус, ваш Господь, и Он лицеприятен. Он сделал это для брата Фреда и для меня, Он сделал это для Авраама, и Он сделает это для вас, слава Богу. Это восхищает меня. Это работает. Абсолютно. Это работает. И эта часть здесь. Причина, почему он упоминает скот, стада, валов и так далее. Все эти материальные вещи, они не духовные, это материальные вещи для этого места в земном мире. Но опять же, это канал, через который Бог, Отец работает, чтобы принести не только спасение миру, но также и процветание им, потому что Он не нищий. Как Отец, вы не хотите, чтобы у ваших детей было меньше, чем у вас. Вы хотите, чтобы у них было больше, чтобы они превзошли вас. Он наш Отец. Он не хочет, чтобы мы были нищими, но Он обязан позволять нам быть нищими. Он обязан нам позволять страдать в этом, если мы это делаем, потому что Он не контролирует это. Мы делаем это из-за нашего недостатка знания. И или знания, и послушания. И или послушание — это то, что контролирует нас, а не дьявол. И не Отец. Это зависит от нас. И когда я узнал об этом, мне понравилось это, потому что теперь мяч на моём поле. Я не могу найти оправдание и сказать, это было потому, что мой Отец ушёл, оставив мою мать с пятьми детьми и без отца в доме. Я вырос в гетто, и я не ходил в школу. Забудут весь этот беспорядок. Не говоря уже быстро. Совсем нет. Совсем нет. Совершенно верно. Поэтому это воля Божья, чтобы мы процветали, чтобы мы могли исполнить завет. Бог Отец сказал, «Я даю вам силу приобретать богатство, чтобы я мог исполнить мой завет». И Он делает это через нас. Он делает это. Иисус сказал, что Он пришёл сделать две вещи. Две главные вещи Он пришёл сделать. И всё это стоит миллионы долларов. Это стоит миллионы долларов. И знаете что? Единственные люди, которые будут способны финансировать это, это мы, христиане. Я послал несколько писем к крёстному отцу в прошлом, прося его, «Не могли бы вы, пожалуйста, сделать вклад в наше служение? Нам нужно немного денег здесь. Крёстный отец». Он так никогда и не ответил. Он даже не прислал мне письмо в ответ. Я также узнавал у сицилийской мафии то же самое. Так что они не собираются делать это. Если люди Божьи не делают это, это не будет сделано. Не будет сделано, потому что отец не может. Он не может сбросить это с небес. Он будет арестован за фальшивомонечество. У некоторых людей есть эта сумасшедшая идея. «О, Бог может сделать что угодно». Нет, Он не может. Он не может подделывать деньги. Его арестуют. Если вы так не думаете, попробуйте наделать денег, и вы увидите, как далеко вы зайдёте. Вас быстро бросят за решётку. Так что Он должен делать это через нас. Вот почему Он позволяет нам быть благословлёнными, чтобы Он через нас мог дать направление своей цели и плану. Знаешь, что это возгревает внутри меня? Помнишь, Иисус сказал, «Если вы можете поделиться, отдавать только своей семье, если вы только даёте кому-то, кого вы знаете, вашим друзьям, тогда какую благодарность вы имеете?» Да, верно. «А кто должен благодарить меня?» Я задумался об этом, и я подумал, «О чём ты говоришь, Иисус? Какая у нас благодарность?» И тогда пришла вот эта старая религиозная идея. «Ну, вся твоя награда ждёт тебя только на небесах». Да, да. Да, но это не то, что Он имел в виду, когда сказал. Я спросил, «О чём ты говоришь?» И через какое-то время и до меня дошло. Это то, о чём Господь спрашивает меня. «Как я могу благодарить тебя, когда это всё, что ты делаешь?» Я спросил, «А почему вообще ты ко мне обращаешься?» Он сказал, «Человек, которого ты не знаешь». И человек на улице. И он напомнил мне притчу о добром самарянине. То есть, «Вот страдающий человек, вы не знаете, кто он, вы не знаете, что он за человек, но вы принимаете решение благословить его, дать ему что-то». Он сказал, «Кеннет, я не могу достучаться до этих людей. Они не послушают меня. Но ты можешь достичь их таким образом. Ты можешь помочь им. Ты можешь протянуть им руку. Ты можешь дать им денег. Ты можешь дать им возможность. Ты можешь делать все эти вещи. Ты можешь помочь им». И он сказал, «Поэтому, когда я говорю «Спасибо, Кеннет», я пытался достичь этих людей всё это время, и теперь ты открыл дверь для благословения. «О, Фред, я был так восхищен». Это самая восхитительная часть жизни, которая только есть. Самая восхитительная часть это не новая лодка или что-то такое. Это просто второстепенная вещь. И это хорошо. Но это не является радостью неизреченной. Радость неизреченная это когда вы обнимаете какого-то человека. Радость неизреченная это когда, например, мы с Глорией сидели в ресторане, и молодой человек подошёл к нам. Хорошо выглядящий молодой человек подошёл к нашему столику, и он замолчал на секунду. Слёзы побежали по его щекам, и он сказал, «Я сидел в тюрьме, и вы были теми людьми, которые научили меня, как правильно жить». И вот уже я плачу, Глория плачет, он плачет. Слава Богу, вот что такое настоящая жизнь. Наше время подошло к концу. Хотел бы я, чтобы ты починял часы. Мы вернёмся через минуту. Фред, ты сказал кое-что, когда у нас был перерыв, и нам действительно нужно углубиться в это. Зачем пришёл Иисус? Я знаю, что у мира есть свой взгляд на то, зачем Он пришёл. У традиционной религии есть свой взгляд и своя идея о том, зачем Он пришёл. И большинство христиан не знает. Хорошо. Позволь мне просто передать слово тебе, потому что то, о чём ты говорил перед тем, как началась эта передача, нам действительно нужно поговорить об этом. Хорошо. Я хотел бы снова вернуться к Таразаконию 8.18 и начать с этого, потому что это связано с тем, зачем пришёл Иисус. Опять же, по традиции, все думают, что Он пришёл умереть. Но Он никогда не говорил это. Мы говорим, традиции говорит, теология говорит, что Он пришёл умереть. Но Он никогда не говорил это. Это невероятно. Когда вы смотрите на это, и мы увидим это через мгновение. И всё это связано с процветанием и целью процветания. Хорошо. Снова, Таразаконие 8.18. Это дети Израиля перед тем, как войти в обетованную землю. Отец сказал слово через пророка. В 18 стихе Он говорит, «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство». Как я сказал раньше, Он не говорил, «Я даю тебе богатство». Я даю тебе силу или способность приобретать богатство. Если Он даёт это, так как Бог, Отец, является Богом, Который движим целью, Ему нужно иметь цель для этого. Почему Я даю тебе богатство? Для этого должна быть цель, причина, другими словами. Итак, Он говорит, «Я даю тебе силу приобретать богатство. Я люблю говорить людям делать так». Сразу после слова «богатство» стоит запятая. И на полях вы можете поставить пометку «Для того, чтобы». Потому что это всё проясняет. И это будет читаться так. «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство для того, чтобы Он, чтобы Он мог исполнить Свой». Поэтому главное в богатстве — это Он, не мы, Он. То, что Он даёт нам силу приобретать богатство для того, чтобы Он мог исполнить, как ныне, завет свой. Не наши личные планы, которые Он, клятвою, утвердил Отцам Твоим. Теперь возникает вопрос. Хорошо. Исполнить Свой завет. Каков Его завет? В чём заключается Его завет? Мы знаем термины «ветхий завет», «новый завет». Но об этом ли Он говорит? Каков Божий план? Каков Его завет? Он начал создание семьи в Эдамском саду. И Адам всё это выбросил, спустил в туалет. Бог потерял Свою семью. Бог хочет вернуть Свою семью. Да, верно. Поэтому Он решил создать средства, с помощью которых это можно исполнить. Конечно, мы знаем, что Иисус был в центре этого. Но завет для того, чтобы мы могли быть работниками вместе с Ним. Потому что Он говорит, «Я даю тебе силу приобретать богатство». Так что вы и Он, мы и Он, мы и Он, мы находимся во взаимоотношениях. Хорошо. Давайте пойдём к важному моменту. 2 Коринфянам, 6 глава. Очень известное место. Но часто люди не видят связи. Они считают это, им нравится, что они слышат, но они не видят связи. То, что мы прочитаем сейчас. 2 Коринфянам, какая глава, 6? 6 глава. Это напрямую связано с тем, что мы сейчас прочитали во Второзаконии. 2 Коринфянам, 6 глава. В первом стихе сказано, «Мы же...» Это 2 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Мы же, как спаспешники, не бездельники, мы же, как работники, вместе с Ним». Ключевое понятие здесь — «вместе». Мы работаем на Него. Как часто мы слышим, как христиане говорят, «Ну, я хочу делать что-то для Господа». Что вы собираетесь делать для Него? Подать Ему тапочки после тяжёлой дневной работы над вселенной? Если Он не нуждался в вас, когда начинал это, почему Он будет нуждаться в вас, чтобы поддерживать её движение? Нет, вместе с... Мы же, как работники, вместе с Ним. Это говорит мне, что Он делает что-то и даёт мне привилегию быть Его ассистентом в этом. Делает что? Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. Так как мы с Ним, это значит, что Он делает что-то. Что же Он делает? Завет, о котором мы читали во Второзаконии 8.18, чтобы Он мог исполнить свой завет. Очевидно, мы наравне с Ним в положительном смысле, чтобы исполнить этот завет. Если я Его спаспешник, в естественном мире, если я прихожу работать на человека, и он строит дом, или он работает над машиной, и я собираюсь помогать ему, у меня должны быть некоторые инструменты, у меня должно быть оборудование, иначе я не смогу помочь ему. Я буду просто помехой, и я не помогу. Поэтому процветание нужно для того, это богатство для того, чтобы мы могли помочь ему исполнить Его завет, и мы работники вместе с Ним. Это не просто для того, чтобы оплатить ваши счета. Нет, нет, нет. Оплата ваших счетов — это часть этого, но это не вся цель. Это не главное. Точно так же, как его целью не было только умереть. Совершенно верно. О, да, я вижу это. Это не главное. Всё это второстепенное преимущество. Все наши вещи, как я сказал раньше, обеспечены, но главное в том, чтобы исполнить Его завет. Давайте посмотрим, что это, о чём Иисус говорил нам. Посмотрите Евангелие от Луки, 19 глава. 19 глава. Я сказал это, когда мы говорили перед передачей о том факте, что Иисус никогда не говорил, что Он пришёл умереть. Люди, которые не слушают, скажут, «О, Боже мой, я знал, что пастор Прайс — лидер культа. Он сказал, что Иисус не умирал. Я никогда не говорил такого». Я сказал, что Он никогда не говорил, «Я пришёл умереть». Вот что я сказал. Я не говорил, что Он не умирал. Я сказал, что Он никогда своими устами не говорил, «Я пришёл умереть». Цель Его прихода на эту землю была намного выше, чем просто прийти и умереть. Совершенно верно. И Он это сделал. Он сделал это. Он умер. Но Он не становился на этом, потому что Он не остался мёртвым. Аллилуйя. Аллилуйя. Луки, 19 глава. Начнём с 8 стиха. Это удивительно. «Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо, или потому что Сын Человеческий пришёл, он собирается сказать нам, зачем он пришёл. Зачем пришёл Сын Человеческий? Взыскать и спасти погибшее». Он не сказал, «Я пришёл умереть». Он сказал, «Я пришёл найти и спасти». Это две главные вещи среди всего. Что Он сказал? Две главные вещи — это главное. Первое, что Он сказал, «Я пришёл взыскать и спасти погибшее». И это стоит денег. Вот зачем он обеспечил богатство. Взыскать, найти. Как я попаду в Африку? Как я попаду в Сибирь? Как я попаду на край земли? Как я попаду туда? Я пойду пешком? Нет. Это будет стоить денег. И каждый день, каждую неделю это стоит больше и больше, чтобы попасть туда. Если вы летаете, это стоит денег. Если вы плывёте на корабле, это стоит денег. Фред, мы столетиями пытались сделать это, ходя пешком в Африку. И чего мы добились? Ничего. Немного. Я не унижаю тех людей, которые делали это, потому что это было всё, что они знали. Это было всё, что мы знали. И пусть Бог благословит их. Они делали это, когда им приходилось идти пешком. Но это не Божья цель, чтобы мы шли и говорили о нищете всё время. Нет, нет, нет. Он сказал, «Я пришёл, Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшие». Это главное. Есть второстепенное, что идёт вместе с этим. Иоанна 10 глава. Мы работники вместе с Ним. И это... Искать и спасать стоит денег. Стоит миллионы. Чтобы найти их, нужны деньги. Чтобы спасти их, нужны деньги. И нужны деньги, чтобы научить их после того, как они были спасены. Верно, брат мой? Вот отрывок Писания. Место Писания, которое все знают. Но я хочу показать вам что-то. 10 глава. Иоанна 10 стих. Мы говорим о том, зачем пришёл Иисус. Мы прочитали одно место. Он сказал, «Я пришёл, Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшие». Теперь смотрите 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком». Он сказал, «Я пришёл, не чтобы умереть. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это очень сильно. Здесь две части. Жизнь — это жизнь в нём, это духовная жизнь. Но затем с избытком. Это относится к материальной стороне жизни. Я спросил в моём собрании, когда я учил об этом некоторое время тому назад. Я сказал им, потому что я беспокоился о том, что люди, христиане, после всех тех лет, которые я учил этому слову, и они слышали слово, почему многие из них не поднялись выше определённого уровня. Я спросил, «Можем ли мы...» Я спросил в собрании, «Можем ли мы прийти к согласию во мнении? Что значит слово «избыточный»? Можем ли мы найти синоним слова «избыток»?» В итоге мы пришли к следующему утверждению. «Больше, чем достаточно». «Больше, чем достаточно». Тогда я спросил людей. Я сказал, «Сколько из вас получали или получают служение подобно этому?» Служение и учение по крайней мере 10 лет. Почти все в собрании подняли руки. Тогда я задал такой вопрос. «Сколько из вас живут в том, что больше, чем достаточно?» Я думаю, человек 6 подняли руки. «Больше, чем достаточно». Все испытывают трудности. Сколько времени надо, чтобы получить больше, чем достаточно? Иисус сказал, что Он пришёл, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Вы сказали, что вы согласны с тем, что изобилие значит больше, чем достаточно. Так что вы должны быть в этом. В том, что больше, чем достаточно. Почему нет? Я в этом. Не потому, что я хороший. Даже хотя я хороший, но благодаря принципам Слова Божьего, которые я открыл, я использую это. И это работает. Он сказал, «Я пришёл для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. И лишь когда вы входите в избыток, когда вы можете быть благословением для кого-то ещё, ну, вы не можете давать, вы не можете отдать свою квартиру, чтобы помочь кому-то ещё. Глупец. Вы окажетесь на улице, как и они. Вам нужно иметь резервы, ресурсы, чтобы иметь возможность давать и помогать. И Бог Отец делает это через нас, потому что мы — каналы. Почему? Мы — спаспешники, работники вместе с Ним. И в этом Он нуждается в тебе, во мне и в вас. Он нуждается в нас. Но Ему не нужно, чтобы мы были нищими. Совершенно верно. Нет. Хорошо, откройте 18 главу от Матфея. Мы посмотрим ещё кое-что, потому что я не хочу, чтобы вы просто пошли с одним местом Писания о том, зачем Он пришёл, даже с двумя. Посмотрите ещё на кое-что. Матфея 18. Чтобы мы могли услышать это из уст самого Иисуса. Я думаю, что люди могут поверить Иисусу. Они могут верить Ему, но они не верят нам. 18 глава, Евангелие от Матфея. Послушайте это. Это снова Иисус говорит. 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшие». Вот это снова. Он не сказал, что Он пришёл умереть, Он пришёл спасти погибшие. Хорошо, посмотрите Иоанна 12, 47. Это всё Слово Божье. Вы не можете. Люди не могут спорить со Словом. Вы можете спорить со мной, но вы не решитесь спорить со Словом Божьим. Я не думаю, что вы настолько смелые. Иоанна 12 глава. Мы смотрим на самого Иисуса. Мы знаем, что это Иисус говорит. Это отмечено красным. Мы знаем, что это Его слова. Хорошо, Иоанна 12, 47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришёл не судить мир, но спасти мир». Слава Богу! Вот что Он сказал. Зачем Он пришёл? Хорошо, подождите минутку. Мы не закончили. Луки, 9 глава. Нам нужно дать тем, кто отрицает это. Достаточно верёвки Писания, чтобы они задушили Ею всё своё неверие. Луки, 9 глава, 56 стих. Это снова Иисус говорит. «Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать». Спасать, да. Поэтому Он никогда не говорил, что Он пришёл, чтобы умереть, чтобы найти и спасти тех, кто погибшие. Для того, чтобы спасти людей, это вынудило Его умереть. Понимаете? Да. Но это не то, зачем Он пришёл. Он должен был сделать это сначала. Он сказал нам, зачем Он пришёл. Найти и спасти погибшие. Он даже не сказал, что Он пришёл построить церковь. Что? Он никогда не говорил, «Я пришёл, чтобы построить церковь». Он сказал, «На скале этой истины, что Я, Сын Божий, Я построю церковь, потому что потребуется это средство, чтобы найти и спасти погибшие». Вот что это? Вот какова цель? Найти и спасти. Если Ему нужен ты и я, и вы, Ему нужны люди, чтобы найти. Ему нужны люди, которые будут использованы как инструменты для спасения других людей. Ведь Бог не просто спасает их сам по себе. Верно. Нет, Он использует для этого церковь, чтобы делать это. Тогда Ему нужны мы, чтобы принести процветание этим людям, так же, как и спасение. Совершенно верно. Всё это часть плана. Всё это часть плана. Процветание — это не конец. Процветание для того, чтобы помочь найти и спасти. Это верно. Это средство достижения цели. Я понял это. И что прекрасно в этом, наш Отец настолько великодушен, Он настолько потрясающ. В процессе поиска и спасения, в процессе исполнения того, что Он сказал, все наши нужды обеспечены больше, чем мы можем просить или представить себе. Вам не нужно искать вещи. Если вы ищете Его, вещи будут искать вас. Вам не нужно идти искать вещи. Ищите исполнять Его волю. И вещи позаботятся сами о себе. Я не говорю, что вам не нужно использовать вашу веру. Но смысл не в том, чтобы искать вещи. Я хочу получить это. Я хочу получить. Нет. Вы так не делаете. Вы хотите пойти дальше этого. Пройти это. Я слышал, как Кейт Мур сказала это. И в тот момент, когда я это услышал, я вложил это в свои собственные уста. Мы никогда не используем людей, чтобы получить вещи. Мы используем материальные средства, вещи, чтобы любить и благословить людей. Ты даже не скажешь. Люди — это... Да. Так и есть. Вот зачем Иисус пришел. Вот зачем мы должны процветать. Мы не можем делать это на пособие, по безработице. То, что вижу я, и я видел это в течение многих лет в моей жизни, но я вижу это больше и больше. Особенно в таких ситуациях, как та, в которой мировая экономика находится прямо сейчас. Дело не в том, хочу я или нет. Это уже не мне решать. Я нужен ему. Я нужен ему процветающий. Я нужен ему здоровый. Я нужен ему сильный. Я нужен ему в вере. Я нужен ему в любви. Ему нужна моя семья. Ему нужно... Это верно. Нужно все, Фред, что мы можем делать. Поэтому это не мой выбор — решать, нужно ли мне много или мало, или нужно мне быть здоровым или нет. Нет, 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 нет. Бог уже сделал этот выбор. Поэтому нам нужно из-за Него и того, что Он сделал для нас, сделать все, что мы можем верой. Чтобы принять и ходить в том, что Он дал нам. Совершенно верно. Для меня это освежилось сегодня. Я вижу это по-новому сегодня. Это просто как настоящий огонь, который горит в костях, верно? Мне нравится это. Это действительно так. Давайте посмотрим ещё на пару вещей здесь. Филиппийцам 2 глава. Да, быстро. Филиппийцам 2 глава. Потому что сатана так всё это исказил в разумах людей, особенно религиозных людей. И в религии. Это факт, верно? Что мешает в первую очередь Богу Отцу и Господу Иисусу Христу выполнить работу, потому что, как я сказал раньше, мы — всё, что у Него есть. Знаешь? Да. Он сказал однажды, Иисус сказал, Он сказал, «Вы свет миру». Он никогда не говорил, что мы — свет церкви. Он сказал, что мы — свет миру. Свет миру? Церковь традиционно думала, что он имел в виду стоп-сигнал. Но он имел в виду передние фары. Смотрите. Потрясающе. Филиппийцам 2 глава. Вот к чему мы все должны прийти. 5 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, те же мысли, что и во Христе Иисусе. Что было у Него на уме? Найти и спасти погибшие. Заметьте, что Он сказал. Он сказал, «Позвольте этим мыслям быть». Да. Этого не будет там, если вы не позволите этому. Вы должны позволить этому быть там. Это не будет автоматически. Вы должны позволить этому быть там. Какими были Его мысли? Найти и спасти погибшие. В конце концов, это должно быть нашим желанием и нашей целью. И я хочу процветать, чтобы я мог сеять семя в Царство Божье, чтобы нести это Слово. Я не могу делать это сам. И Он никогда не призывал меня делать это самому. Но я знаю на опыте, что это стоит денег. Печатать Библии стоит денег. Печатать литературу стоит денег. Посылать миссионеров и поддерживать их стоит денег. Они не должны идти туда и побираться, пытаясь свести концы с концами. Нет-нет. Есть те, кто посылает, и есть те, кто идёт. Вы либо посылающие, либо идущие, если вы христианин. Да. Но вы не можете послать, если у вас нет ресурсов. И они не могут пойти, если их не поддерживают. Этот дьявол сыграл с нами шутку. Иисус сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Так что это то же самое призвание. И это означает то же самое снаряжение. И не только в помазании. Не только в служении исцеления и так далее. Потому что Иисус сказал, вы возлагайте руки на больных, и они будут выздоравливать. Вы идите по всему миру. Если вы собираетесь идти по всему миру, это также означает всё необходимое, чтобы идти по всему миру. Совершенно верно. Вы не можете попасть туда, если у вас нет всего необходимого для этого. Когда Господь проговорил Глории ко мне о том, чтобы верить Богу о реактивном самолёте Citation 10, Он сказал, если я скажу вам быть в Токио утром, я не хочу, чтобы вы просили кого-то, можно ли вам полететь. Да. И позже такое буквально произошло. Не так давно Он призвал нас, Глории, выполнить одну миссию, которая не предусматривала совсем никакого финансового возмещения. Бог сказал нам, отправляйтесь туда-то и сделайте это. А это было далеко отсюда. Я как раз готовил самолёт, и Бог сказал, помнишь, когда я сказал тебе об этом, я сказал, что если ты понадобишься мне в Токио в одно утро, я сказал, да, Господь. Он сказал, ты мне нужен в таком-то месте сегодня этим утром. И для меня удовольствие, что ты способен пойти. Потрясающе. Представьте, я сидел, выпрямившись, когда мы взлетели и полетели отсюда, слава Богу. И мне не нужно было идти упрашивать кого-то, и делать то и это, чтобы найти достаточно топлива. Да. У Бога есть для меня поручение. Мы сегодня разбираемся кое с чем, и это очень насыщенно. И вам нужно услышать это. Отец, мы благодарим Тебя за эту передачу сегодня, и мы воздаём Тебе хвалу и честь за каждое слово и каждое дело во имя Иисуса. Аминь. Благодаря Господу. Брат Фред, знаешь, прежде чем действительно получить какую-то концепцию и понимание Божьего взгляда на процветание и на материальные вещи, и для чего они здесь вообще, он не сотворил эти вещи для себя, и он точно уж не сотворил эти вещи для дьявола. Бог сотворил их для своих людей. Абсолютно верно. Нам, как людям, бывает трудно оставаться посередине дороги. Мы просто съезжаем в Канаву с одной стороны и в Канаву с другой стороны. И для того, чтобы иметь хоть какое-то понимание этого, вам нужно углубиться в то, в чем мы провели всю эту неделю. Говоря о том, зачем Богу нужно, чтобы мы процветали. Зачем Ему нужно, чтобы мы были здоровыми. Он сказал, идите по всему миру, и вы не можете делать это, будучи больными. И вы не можете делать это, когда вы нищие. Вам нужно быть здоровыми и сильными и так далее, потому что мы являемся Его каналами. Есть только один источник, но есть много каналов, и это мы. Да, так и есть. Но вы можете войти в это и принять идею, знаете, я должен благословлять, и это чудесно, и это то, что я собираюсь сделать со всеми материальными вещами, которые я получаю, но я думаю, что на самом деле я не должен ничего иметь. Почему нет? Почему? Да, почему нет. Если вы застрянете на этом, тогда вы никогда не будете ходить в изобилие, потому что сатана позаботится о том, что вы оставались в нужде. Если вы остаетесь в нужде, у вас нет никакого изобилия для того, чтобы благословлять людей. Поэтому давайте посмотрим на другую сторону этого. Я заметил, что проблема в любви к вещам, к материальным вещам, а не во владении вещами. И вы также должны следить и за вашими устами, за словами ваших уст. Например, вы можете говорить. Верно. Я точно люблю свою машину. Нет, вы любите Бога, но вы наслаждаетесь своей машиной. Вы можете сказать, ну вы просто придирчивы. Вам нужно быть придирчивыми, если вы собираетесь научиться. А нам нужно переучиваться в этом, потому что Бог движется к более высокому уровню во всем этом. И нам нужно быть там. Я знаю, наблюдая за твоей жизнью и за твоим служением последние 35 лет, и я также заметил, что ты помог мне в этих сферах. Поэтому давай веди нас к этому сегодня, говоря о наших личных владениях, о том, о чем думал Бог в этом плане, и почему нам нужно быть благословенными. Что ж, мы уже говорили о том, о главных вещах, и мы всегда должны разбираться с главными вещами, что мы можем быть работниками вместе с ним. Но ему не нужны нищие работники, потому что работа, которая была поручена нам, церкви, должна охватывать весь мир, и на это потребуются ресурсы. Но что происходит? Потому что большинство христиан, которых я знаю, похожи на меня, когда я только начинал. Я только выбрался из нищеты. Знаешь, я был беднее, чем нищий. Не нищим, но еще беднее, который вот-вот разорится, и вся жизнь состояла из попыток выжить. И когда я пришел к познанию Слова Божьего, действительно пришел к познанию, я был христианином 17 лет прежде, чем я узнал, что я могу процветать. Я просто думал, что происходящее было нормой. Я думал, что это была воля Божья, воля Господа. Вы сражаетесь, потому что в конце концов все это закончится на другой стороне. И удивительно, как вы можете попасть в эту ловушку и даже не понимать, как же это будет работать. Что произойдет со всеми теми людьми здесь, которые не знают Слова Божье и никогда не узнают Слова, если кто-то не достигнет их. И я не могу просто бросить мою семью и пойти и достигать людей, и проповедовать Евангелие, и позволить моей семье развалиться. В конце концов, семья — это первое образование, которое Бог создал в начале. Так что семья — что-то значит для Него. Мое первое собрание — это моя семья. Это мои первые прихожане, моя жена и мои дети. Если это не работает в ней, как я смогу донести это до кого-то еще там? И я должен также процветать сам вместе с тем, чтобы быть каналом, проводником, через который Отец может работать, чтобы искать и спасать погибшее. Но Писание показывает мне, что Бог хочет, чтобы я также процветал для моей собственной пользы. Но я не на первом месте. На первом месте главное. Я второй в очереди. И я не против, потому что преимущества настолько чудесные. Давайте посмотрим пару мест Писания, которые, я думаю, помогут верующему увидеть, что это не просто где-то там, но это охватывает то, что прямо здесь. Просто необходимо сосредотачиваться на том, на чем нужно. Не будьте увлечены вещами. Будьте увлечены поиском и спасением потерянных. И вещи сами о себе позаботятся. И Отец не против, чтобы они у вас были. На самом деле, чем больше у нас есть, не в том смысле, чтобы искать этого чрезмерно, но когда мы хорошо выглядим, Он хорошо выглядит. Если я выгляжу растоптанным, побитым, нищим, раздетым, больным, как я смогу убедить кого-то ещё, что Бог хочет лучшего для меня? И вам не нужно смущаться за это? Нет. Ни в коем случае. Хорошо. Шестая глава Матфея. Очень известный отрывок Писания, но очень многие пропускают это. Это так насыщенно. Это снова говорит Иисус. Я надеюсь, что наши зрители заметили, что в 99% случаев, за исключением того, когда мы смотрели на места Писания из Ветхого Завета. Мы смотрели на то, что говорил Иисус. Мы говорили об Иисусе. Вы не можете сказать, «Ну, эти Копланд и Прайс, я не согласен с ними». Да, вы можете не соглашаться с Фредом Прайсом. Но что насчёт несогласия со Христом? Вот в чём дело. А мы просто читаем то, что он сказал. Смотрите, это очень известное место. 33 стих Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его». Это значит того, что и как делает Господь. И это всё, не духовное, приложится вам, а не отнимется у вас. Но заметьте условие. «Ищите прежде». Вы никогда не говорите о том, что «прежде», если вы не хотите отделить это от того, что идёт вторым, третьим, четвёртым и так далее. Не сказано искать только Царство. Сказано искать Его прежде, потому что только тогда, когда вы ищете Его в первую очередь, вы будете знать, как обращаться с тем, что идёт вторым, третьим, четвёртым и пятым. Не позволяя этому управлять вами, вы должны держать вещи на своих правильных местах. То, что ты только что описал, это образ мышления, это не просто что-то. Это часть чего-то, это то, как вы должны думать. Да. Совершенно верно. Да. Верно. Это образ мышления. Образ мышления. Ищите прежде Царства. Ищите его прежде. Не ищите только. Ищите прежде. Когда я ищу это в первую очередь, тогда я могу искать то, что идёт на втором, третьем и четвёртом месте. И я знаю, как управлять этим вместо того, чтобы это управляло мной. Как в этом финансовом кризисе, который происходит по всему миру. И рынок акций падает. И эти сумасшедшие люди, они потеряли пару миллионов долларов, и глупцы убивают сами себя. Это владело им. Он не владеет этим. Это владело им. Зачем убивать себя из-за каких-то денег? Вы знали, что рынок акций никуда не годился, когда вы начинали всё это. Верно. Да. Вы можете заработать больше денег, но вы не получите больше жизни. Это всё азартная игра. С таким же успехом можно было играть в рулетку. По сути. И он сказал, «Ищите, ищите, ищите этого прежде, царства. Не только, но прежде». Это говорит мне, «Хорошо, должно быть что-то ещё в этом, куда я прихожу. Потому что, как ты сказал раньше, не говорится прежде, если не хотят показать разницу, что есть, по крайней мере, что-то второе. Но если я делаю первое, в первую очередь, я могу справиться со вторым, третьим, четвёртым или пятым. Так, чтобы это не управляло мной. Потому что мы видим это всё время. Люди приобретают вещи, и в конце концов, вещи управляют ими, и их жизни в результате катятся под обход. Мы, как дети Божьи, не должны быть в этой лодке. Мы должны быть способны управлять вещами, а не они нами. И я верю, что Бог хочет, чтобы я процветал. И, конечно, чтобы я прежде искал Царство Божьего. Но в то же время Он не дал мне, не дьявол вложил меня симпатию к определённого рода вещам в жизни. И не Он дал людям творческие способности создавать вещи, которые привлекательны для нас, которые хорошо выглядят на наш взгляд. Например, цвета. Я имею в виду, Бог мог бы сделать нас с чёрно-белым зрением. Я по-прежнему могу видеть. Некоторые из лучших передач, которые мне нравятся на телевидении, это чёрно-белые передачи. И я вижу всё, что происходит. Зачем Он дал нам возможность различать цвета, быть способными ценить цвета? Зачем Он создал 40 миллионов видов цветов? Почему Он не создал только один цветок? 9 тысяч разных видов деревьев. И Он сделал это не для себя. Ему они точно уж не нужны. Он нормально обходится и так. Но Его воля и желание было иметь семью. Его воля и желание состояло в том, чтобы благословить эту семью. Иметь семью. Если это Его воля и желание благословить свою семью, тогда у семьи должно быть достаточно здравости, чтобы быть благословенной. Благословенной. Спасибо, спасибо Посмотрите, 34-й Псалом Псалом 34 Ищите же прежде царства 34-й Псалом Хорошо Итак, 27-й стих Да радуются и веселятся желающие правоты Моей И говорят непрестанно Да возвеличится Господь Непрестанно Желающий мира Или процветания рабу своему О, да, да В другом переводе Библии говорится Наслаждающийся процветанием своего раба Я задам вопрос Да, верно Что противоположно процветанию? Нищета Что противоположно процветанию? Нищета Поэтому Господу приятно процветание его раба Тогда он должен быть недоволен нищетой своего раба Да, Фред И затем Сверху торт украшивается глазурью Он говорит Что ему приятно процветание его раба Это значит, что ему приятно, когда садовник процветает Когда горничные первого и второго этажа процветают Когда шофер процветает Но знаете что? Мы не рабы Мы дети Мы дети Искупленные Мы его семьи И омытые кровью Если ему приятно процветание его раба Он должен быть восхищен от процветания его детей Абсолютно верно Это говорит мне, что Бог не противится мне Да, это изобилие, которое Иисус пришел Совершенно верно Это то, что Он сказал Да Я хочу, чтобы мой отец был доволен Поэтому я думаю, что мне лучше процветать Абсолютно верно Потому что Слово Божие говорит, что Иисус совершенно угодил Отцу И Он пришел, чтобы угодить Ему Бог послал Его Почему? Потому что Он возлюбил мир Боже мой, потрясающе Знаешь, Фред, я помню, когда я был мальчиком И это было общепринято мнением И это именно так, как все думали в те дни Что если у тебя Было богатство Если у тебя было что-то Ты не показывал это Не показывал Точно О, нет Ты должен был выглядеть бедным Даже если ты таким не был Точно Совершенно верно И мой отец работал на одного человека И он хвалился этим Он говорил об этом Я имею в виду, он был горд этим Что он мог прийти на работу в понедельник утром И иметь с собой Те дни Десять центов Имели определенную ценность Это было как, скажем Пару долларов сегодня Он говорил Знаешь, я могу прийти на работу в понедельник утром И у меня пара долларов в кармане И в пятницу вечером Когда мне пора уходить У меня те же пару долларов в кармане И когда я слышал это То я думал, будучи маленьким мальчиком Я думал, он сумасшедший В этом нет никакой пользы Эти деньги просто протирают ваш карман Когда мне было десять лет У меня было больше понимания Но знаете За годы вы позволяете Такому проникнуть в ваше мышление А в Библии нигде нет такого Такое не соответствует Божьему образу мышления Нет, не соответствует Бог не планировал Чтоб вы брали то, что у вас есть И высоко думали об этом Совершенно верно Это совершенно другое Не думать о себе высоко И не уповать на неверное богатство Не сказано не иметь его Сказано не уповать на него Да Потому что вы видите, что происходит в финансовой сфере Люди, которые уповали на деньги, кончают с жизнью Да, если вы уповаете на это, на деньги Тогда у вас есть скорбь, когда вы теряете это А скорбь это то, что приводит людей к глубокой депрессии, к самоубийству К самоубийству и всевозможным сумасшедшим вещам Куда мы направимся дальше, Фред? Мы утвердили эти вещи в нашем разуме В нашем мышлении Наш следующий шаг должен быть таким Вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего И мы слышали Слово Божье всю эту неделю И вера является результатом этого Но что нам теперь делать с этим? Я чувствую, куда Бог направляет эти передачи на следующей неделе И теперь, когда у меня есть вера Что я должен делать с ней? Где и место в этих вещах? Как мне высвобождать ее? Что ж Одно я знаю точно Необходимо изменить разум, чтобы вы знали то, что вам нужно и что не нужно делать И, конечно же, как это делать Как воплотить это на практике Я думал, когда мы говорили о том, чтобы мы процветали Как вы можете быть такими искренними, но такими же неправильными, как 9-долларовая банкнота Я помню, как я раньше летал коммерческими авиалиниями годы тому назад Я начал путешествовать, проповедуя везде И там был первый класс, и был эконом-класс Я никогда не понимал, зачем тратить все эти деньги на первый класс Когда вы можете лететь эконом-классом И эконом-класс раньше первого класса выходит из самолета Да Так и есть Трап подается к эконом-классу Не к первому классу И потом уже выходит первый класс Потом первый класс Я не мог Я не мог понять Я сказал, мне кажется, я должен взять эти деньги и сделать что-то другое с ними Я по-прежнему разбирался с вопросом бедности И я никогда не забуду Я приехал в Вашингтон, округ Колумбия Я был на конференции бизнесменов полного Евангелия И в конце конференции один из людей должен был отвезти нас назад в аэропорт У меня уже был мой билет эконом-класса Я вошел в аэропорт Даллас И мне сказали, ваш билет больше не действителен, ваш билет поменяли Я готов был взорваться Мне сказали, ваш билет повысили до первого класса Я до сих пор не знаю, кто это сделал Но я попал в первый класс в самолет DC-10 Большой самолет с широким салоном Я попал в первый класс и сказал А, вот оно что Большая разница И тогда до меня дошло Почти все летят эконом-классом И это нормально Но только горстка людей летает первым классом Но позвольте мне спросить Интересно Любит ли Бог и заботится ли Он о людях, летящих первым классом Так же, как тех, кто летит эконом-классом Если так, то кто достигнет их? Вы думаете, что вы придёте из вашего эконом-класса И убедите кого-то в первом классе Что ваш Бог восполнит все ваши нужды? Вы должны быть там, где они Чтобы показать им, это Бог И вы можете быть в первом классе И по-прежнему оставаться в первом классе в Царстве Божьем Это был замечательный урок для меня И с тех пор я не езжу и не летаю иначе, чем первым классом Да, абсолютно верно И дело не в первом классе ради первого класса Дело в том, что я представляю Царство Божье Я представляю Царя Если у нашего президента самолёт стоит миллионы и миллионы долларов Борт номер один, вертолёты и всё такое Что бы вы подумали о человеке, прилетающем с визитом в Форт-Ворт В район Далласа на кукурузнике? Что бы вы подумали о нём и о той силе, которая стоит за ним? Если это всё, на что он способен? Люди об этом не думают, но люди смотрят на наши жизни И когда они видят нас нищими и видят нас жалующимися, плачущими, попрошайничающими И всё такое, они считают, что такой у нас Бог Фред, другое дело, если бы билет в первый класс стоил бы всех денег мира Это другое Это было бы другое дело, но это не так Это не так Да И вы причините Богу и Святому Духу больше печали и больше проблем Когда вы думаете, что вы должны сэкономить Его деньги для Него Чем когда вы верите Богу, сеете семя Используете вашу веру и принимаете то, что необходимо, чтобы попасть в первый класс и служить там И быть готовыми, если Бог скажет Я хочу, чтобы ты летел эконом-классом сегодня Да Потому что у меня там есть человек Послужи там Это другое Я готов для этого Абсолютно Я готов для этого Да Но я не обязан лететь сзади и не обязан лететь впереди Я собираюсь угодить моему отцу Когда вы становитесь таким, он может доверить вам свои вещи Да Вместе с ресурсами Да, так и есть И вот сфера Вот где происходит столкновение После того, как вы понимаете факт, что вы должны процветать Я должен процветать Я должен быть здоровым Я должен быть сильным в Господе Я должен ходить в таких вещах Но это то, где сатана хочет поставить вам подножку Если вы позволите вашему мышлению оказаться таким Где все это время было религиозное мышление Да, совершенно верно Есть много людей, которые не религиозны, которые никогда не были в церкви И они все равно думают так же Точно Просто потому, что мамы и другие научили их так И мы поверили в это И просто так оно все есть Нет Но это не так Нет Есть разница Поймите это Вы Призваны Богом Не важно, кто вы У Бога есть главный план для вашей жизни И этот план не включает в себя то, что вам нужно быть нищими И ходить больными И двигаться таким образом Так как Бог может получить какую-то славу от того, что я нищий и больной И устал И умираю молодым И все такое Нет, нет, нет Это не Божий план Не Божий план У него есть призвание для вашей жизни И возможно вы не призваны как апостол, пророк, евангелист, пастор или учитель Это не имеет никакого значения У Бога есть призвание для вашей жизни Вы рождены в этот мир У вас есть призвание на вашей жизни И это доступно вам Есть больше, чем достаточно, чтобы исполнить это призвание Пока вы на этой земле И затем пойти на небеса Вы не увидите большого Вы не увидите огромного процветания, пока не попадете на небеса Но вы можете иметь лучшее, что есть здесь, на этой земле Прежде чем вы попадете на небеса Боже мой Это было сильно, верно? Наше время снова подошло к концу Мы вернемся через минуту Что является главным в каждом живом существе на этой земле? Нет ничего, что не началось бы с семени И именно таким образом действует Бог Бог создал все таким образом И Господь сказал мне много лет назад Я хочу, чтобы ты сделал каждую пятницу на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований И начал использовать это местописание Из послания к Галатам Наставляемый словом Отвечай Или делись Всяким добром с наставляющим Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнет Хорошее, плохое, что бы то ни было Что вы сеете То вы и пожнете То, что у вас есть сегодня Является результатом того, что вы посеяли вчера И определение безумия Это когда вы считаете, что вы можете продолжать сеять то же самое И получать другой результат И именно поэтому эта финансовая система разваливается на части Потому что это было ее стержнем все это время Отец, мы молимся за эти пожертвования сегодня Во имя Иисуса Открывай твоим людям, пожалуйста Как они могут в финансовом плане Участвовать в работе миссии Каннета Копланда И этой телепередачи И мы воздаем тебе хвалу И благодарение за это Во имя Иисуса Аминь Аминь Молитесь об этом И все, что Господь скажет вам делать Именно это вам нужно делать Не то, что говорим мы или кто-то еще Вы молитесь Господь скажет вам точно, что вам нужно делать Если вы живете за пределами Соединенных Штатов Некоторые люди говорят Евангелие процветания, это просто американское Евангелие Нет, Иисус родился не в Соединенных Штатах Он родился в другой части мира И самый сильный результат этого послания Которое я когда-либо видел За более чем 40 лет моего служения Были в центре Африки И оно так и сегодня Ваши пожертвования Остаются в вашем регионе Они не уходят в Соединенные Штаты Если живете за пределами Соединенных Штатов То ваши пожертвования остаются в вашем регионе Чтобы поддерживать тот регион Где вы смотрите нашу передачу Аминь Слава Богу Будьте послушны Богу И вы будете процветать И послушайте Позвольте мне сказать вам Что вам нужно сделать Вам нужно быть частью хорошей церкви Вам нужно быть задействованными в церкви Вам нужно не просто слышать и принимать это слово Но быть частью этого Быть частью церкви Вам нужно начать сеять вашу церковь Если вы хотите получить дополнительную информацию О нашем служении А также заказать наши книги Напишите нам по адресу Который вы видите на вашем экране А также посетите наш сайт в интернете До встречи на следующей неделе А пока помните, что Иисус Господь